Музыкальные вечера на Советской давно полюбились и горожанам, и гостям областного центра. То, что эту творческую инициативу можно смело назвать брендом Бреста, сомневаться не приходится. Достаточно посмотреть, сколько сегодня здесь людей. Кто-то закружился в вихре танца в сопровождении красивой живой музыки, кто-то наслаждался атмосферой, сидя на лавочке. Музыкальные вечера на Брестском Арбате всегда собирают столько зрителей, представителей творческой элиты, что создается впечатление, будто летом город покидают единицы. Одни спешат стать участником музыкальной гостиной под открытым небом, потому что предпочитают именно такое времяпрепровождение скучному субботнему дню, проведенному перед телевизором. Проводим выходной день с семьей, решили просто пройтись по Советской, прогуляться, посмотреть. Очень удивлен, хорошая, красивая программа, очень много людей, насыщенно, красиво, впечатляет. Других можно по праву назвать старожилами мероприятия и истинными ценителями искусства. Мы ходим каждую субботу, нас очень устраивает послушать музыку, немножко потанцевать. Мы люди в возрасте, но развлекаемся. Творческие вечера объединяют и молодежь, и представители элегантного возраста, причем иногда объединяют в прямом смысле этого слова. К примеру, Николай и Тамара Чайковские встретили друг друга здесь ровно три года назад, когда на улице стояла такая же солнечная и теплая погода. Для них знакомство обернулось подарком судьбы. Встретились, влюбились, поженились. Казалось, так бывает только в романах и кино. Приятно видят, вот все такие лица красивые. Люди, как говорится, не радуются, живут прямо, восхищаются. Как бы прибавляется у них энергия. Они чувствуют себя, насколько моложе. Это очень замечательно, что это у нас мероприятие в Бресте есть. В последний день надо отдать должное нашему руководителю Ковалеву, что он такие нам мероприятия делает в городе Бресте. Это не в каждом городе такие вещи есть. Марши, польки, вальсы, народные, эстрадно-джазовые композиции, и, конечно же, жемчужины мировой классики. Этим летом более 700 произведений, а это восемь разных программ в исполнении Брестского городского оркестра. Духовой и эстрадной музыки каждую субботу создавали особый настрой брещан. Здесь вдохновляли и вдохновлялись. Чего я добивался? Чего я хочу? Я хочу, чтобы здесь у нас была особая атмосфера. Особая атмосфера светла, тепла, любви, уюта, спокойствия. Так необходимы людям в наше время. Потому что наш эфир, наши средства массовой информации, радио, забиты такой попсовой музыкой, громкой, кричащей, в которой нет души. Вот что мне хотелось, чтобы в улице Советской появилась душа. Она начинает появляться. В следующем году цикл мероприятий продолжится, а значит Брестский Арбат станет еще душевнее и сердечнее. Творческая программа пока держится в секрете, но организаторы музыкальных вечеров для нашей съемочной группы немного приоткрыли завесу тайны. Я хочу, чтобы здесь звучало побольше оркестровой музыки, музыки в исполнении оркестра. Но мы так и преследуем. Вот такие программы, как вальс на Советской, это вообще чудо такое, атмосфера такая необыкновенная. Танго на Советской, специальные программы. Целые программы играются одни вальсы, одни танго. Следующим летом скучать с брещанам точно не придется. А впереди новые музыкальные подарки и открытия, встречи и знакомства. Виктория Осаченко, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания Бук-ТВ.